В нашей культуре действительно многие люди переживают, не знают, как правильно среагировать, когда делают какой-то комплимент. Потому что у нас это не очень распространенная такая вещь, и нет культурного навыка. Однажды я со своим детенышем был в Париже, и прогуливаясь по улице, какой-то пожилой мужчина что-то мне стал восторженно говорить, я не понял, потом переспросил по-английски, и он смог ответить, и сказал, что ему очень понравились мои ботинки. Значит, это мило, это трогательно, поэтому, во-первых, всегда благодарите, когда вам делают комплименты, и обязательно скажите что-нибудь приятное в ответ. Нарисуйте в своем воображении портрет человека, который постоянно недоволен жизнью, и всем в этой жизни недоволен. Вот просто представьте его так, чтобы на физиологическом уровне это ощутить. Как вам с таким человеком вместе находиться? Что вы будете чувствовать рядом с таким человеком? Думаю, ничего хорошего чувствовать вы не будете. И поэтому я настоятельно рекомендую вам учиться не быть недовольными жизнью, учиться видеть в ней красивое и важное, и ценное, и замечательное. Только в этом случае вокруг вас будут люди, потому что с вами приятно будет вместе находиться. А недовольство еще никогда не делало нас счастливыми. Для человека вполне естественно сравнивать себя с другими людьми. Потому что мы, во-первых, такие социальные животные, поэтому нам важно иметь какие-то социальные модели, к чему стремиться. С другой стороны, это возможность формировать самооценку. Я сравниваю себя с другим человеком, если он круче меня, то у меня низкая самооценка. Если он меньше, слабее, хуже, то у меня высокая самооценка. Является ли эта стратегия эффективной, я сомневаюсь. Потому что вам нужна не самооценка, вам нужны компетенции, вам нужны навыки. Социального взаимодействия, успешного решения задач, мышления и так далее. Я бы на это сделал упор. А не пытаться сравнивать себя непонятно с кем, непонятно зачем, бросьте это. Будьте собой. Ухождение – это боль, и уход – это боль. И чем дольше вы на этом пике способны сохранять свое ощущение восторга от жизни, максимум брать от нее, тем лучше. Это просто надо понять, что это золотое 25-летие, это 40-летие, 60-летие, которое между 10 и 70-ю, оно прямо золотое. И ему надо все сделать, чтобы в эти годы чувствовать себя счастливыми. Но кому-то на старости повезет, и хорошо они с мозгами работали. И это будете тоже вы, потому что мы с вами будем работать. И нам кажется, что нам было бы очень хорошо, если бы. И вот это «если бы» превращается в такое предложение с многоточием, в которое общество, другие люди, услышанные какие-то нами фразы вставляет концовку предложения. Я не знаю, у меня была бы работа дизайнера, то я был бы счастливый человек. Меня Маша бы полюбила, Петя полюбила и так далее. То все было бы прекрасно. И вот у нас возникают вот эти вот «если бы», которые на самом деле часто являются просто вот такими случайными фантомами, которые превращаются в иллюзии целей. То есть нам кажется, что мы этого хотим, но на самом деле эта цель является таким симулякром, такой тенью, которую отбрасывают внешние обстоятельства, но отнюдь не ваши внутренние потребности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.